Добрый день, дорогие друзья! Я на выставке, можно так сказать, достижений медийного бизнеса, медиабизнеса или производства медиатоваров. Это огромная выставка, я уже там сделала репортаж для своего общественного телевидения. Но сейчас хочу ответить на один вопрос, который мне регулярно задают зрители моего канала, православные зрители. Меня все время спрашивают, как вы относитесь к тому, что скоро будут всем вшивать чип. Вот, что мы двигаемся к тому, что у каждого будет там какая-то железяка в голове, и эта железяка будет управлять этим человеком. Ну, естественно, я условно говорю, поскольку это некое устройство, которое будет управлять человеком. Так вот, глядите, я вам что сейчас скажу. Я вам скажу, что такой чип у всех в голове давно есть. Называется этот чип Эпифис. И этот Эпифис участвует в огромной системе обеспечения информации, обеспечения человека, удовлетворения человека в его любопытстве. Вся наша нервная и психическая деятельность направлена на то, чтобы человек что-то узнал, что-то понял и этому порадовался. Вся наша с вами система радости настроена на удовлетворение любопытства. Вот смогли вы любопытство удовлетворить в питании, вам приходит сигнал радости. Смогли любопытство удовлетворить в звуке, вам приходит сигнал радости. Смогли любопытство удовлетворить в зрительном канале через глаза, вам приходит сигнал радости. И этот сигнал приходит из Эпифиса. Из Эпифиса. Орган такой. Он находится там, где четыре холма, четырех холме. В мозгу есть такая. И вот он, над этими холмами находясь, посылает им нейромедиаторы. Около сорока нейромедиаторов. Выделяет Эпифис, которые и радуют каждого из нас. Это, вам-то больше всего известно, это сиротонин, мелатонин, дофамин, естественно, вот эти. Они все выделяются как награда Эпифисам. Эпифисы есть тот чип, который уже внедрен в ваш мозг, в ваше сознание. Если что-то придумают подобное Эпифизу, то оно прежде всего будет действовать именно на это четыре холме и на сам Эпифис в плане того, что стимулировать выделение этих нейромедиаторов. И это стимулирование, и будет системой управления, которой вы так боитесь. Но суть-то в том, суть-то в том, что уже все это внедрено. Этот чип в вашей голове давным-давно работает. И вот эта вся система, которую я вам сейчас показываю, вот эти все средства, которые я вам показываю, сформированы в различные каналы, технологии, в различные образы и в различные информационные потоки. И управляет вашим чипом. И управляет вашим чипом. Вы давно уже управляемы и давно уже находитесь в подчинении той или иной системы. Системы могут быть разные, конечно. Какие-то выглядят для вас абсолютно неприемлемые, потому что они показывают то, что не входят в вашу нравственность. Какие-то будут для вас радостные, потому что они подходят к вашей системе как образования, так и вашего развития и обрадования. Но по-любому все это подбирает ключик к вашему эпифизу, подбирает ключик к вашему чипу и действует на него, и действует на видео. Что-то другое вставить и управлять вами – это такое дорогое удовольствие, что никто этим заниматься отдельно не будет. Вот, вот видите, какое огромное управление вашим поведением. Сколько людей на это работает, какие миллиарды на это тратятся, и какие силы на это расходуются. Так что, друзья, осознать свою несостоятельность и свою управляемость не так уж и сложно. То есть вы должны понять, что если у вас нет самостоятельного мнения, то вы управляемость. Вот, если вы ссылаетесь на какое-то чужое мнение, если вы не перепроверяете какое-то мнение, то вы управляемость. По существу есть три понимания, значит, полноценности сознания человека, самостоятельного сознания, и они достаточно простые. То есть не вижу, не слышу, не говорю. Помните трёх этих мартышек, которые всё время представляют человека, который ничего не хочет знать и ничего не хочет ни с кем говорить? На самом деле это образ человека несамостоятельного. Несамостоятельного. То есть человек не способный воспринимать, то есть видеть. Человек не способный слышать, уши заткнувший. А самое главное, человек не способный выразить то, что он видит и слышит самостоятельным языком. Поскольку у нас главным показателем того, что человек осознал информацию и ею владеет, это то, что он может её проговорить. То есть он достаточно имеет языковых возможностей, которые позволяют ему объяснить то, что он увидел и то, что он услышал. И это, к сожалению, у многих отсутствует. Многие, к сожалению, пользуются чужим мнением. И это чужое мнение и вот легко навязывается этими всеми средствами. Поэтому... Нет, ещё не закачиваю. Поэтому я вам скажу, ТАСС, самое главное, система управления, которая включается вот весь этот механизм. Это страх. Это страх и ненависть. Если вы хорошенечко проанализируете, что же вы видите и что вам показывают, то вы увидите, что вместе с каким-то хорошим и приятным и весёлым контентом идёт огромное количество информации, пугающий вас, заставляющий вас обращаться к каким-то структурам, лицам и так далее за помощью и за поддержкой. И те, кто страдает отсутствием своего мнения, они, конечно... попадают вот на такие контенты и на такую информацию. Вот. Поэтому слушайте, смотрите и выражайте всё, что вы видите своим языком с добрыми чувствами. Это и будет чёткая доказательность того, что нет у вас в голове никакого чипа и никто вами не управляет. Всё. Спасибо за внимание и здоровья и всем радости. Аминь.